Обратите внимание, друзья, как быстро тут пропали у нас деревья. Это улица Красноармейская, соединение с Пионерским проспектом, пак аттракционов и джунглей. На их месте строят павильоны прямо под аттракционом. Я думал раньше, что есть какая-то зона безопасности, но она-то всем наслать, как говорится, на вас проклятие, если вдруг вы будете такие вопросы задавать. И превращаться все будет дальше опять в рынок. Никакой зелени нам здесь ждать не приходится. Большому сожалению, уничтожается город и вся его зеленая инфраструктура, которая привлекала раньше людей. Сколько времени и сил потратил СССР для того, чтобы ее создать и сделать, чтобы все было хорошо и прекрасно. У нас в Анапе, я помню, как воевал здесь бетонным забором, а в итоге теперь здесь все превращается просто в бетон. Печалька. На календаре 21-е, 10-е, 20-22, октябрь месяц, друзья. У нас на Пионерском проспекте открываются торговые павильоны, потому что к нам переезжают жители из Херсона, ну, вообще со всех областей, в которых введено военное положение. Их встречают, заботятся очень хорошо, люди с хорошим настроением. Торговые ряды начинают открываться, потому что людей становится прям гораздо больше, чем вот здесь. Вы видите, видите, пустота. А там люди ходят туда-сюда, хорошего им времяпровождения, проживания и найти свое место в жизни. Пускай новое и пускай у них все хорошо сложится. Ну, а мы сегодня с вами идем на Фатини, посмотреть, как здесь выглядит море, Анапа, ну и все остальное, друзья мои. Как и говорил, пак Катрасона в джунгли, в точном звуке болгарок. Здесь раньше были какие-то поля очень красивые. Зелень была, но постепенно детский парк застраивают полностью, уничтожая всю растительность, меняя вот на кусочки в горшочках. Они тени не дают, блин, и воздуха дают, к сожалению, очень мало. Жалко, конечно, что так происходит. Здесь я смотрю, где багиодром, там начинают заводить стройматериалы. Легкие конструкции строить будут дальше. Раньше было как-то, мне кажется, красивее. Чуть меня, блин, шок-бам, он не прибило. Здесь из нововведений то, что с этой, с левой стороны, сделали такой широкий проход вдоль Пионерского проспекта, потому что раньше была узкая такая дорожка, а теперь это прям очень классно, серьезно. И с той стороны еще сделать было бы очень хорошо. Это у нас речка Анапка. Она сейчас у нас, насколько я помню, не впадает в море. Ну а здесь новый комплекс. Я помню, как мои подписчики, которые любили отдыхать голубой, дали, говорили, Юра, сейчас там все перестроят, все будет для нас, будем приезжать отдыхать. Торговые павильоны. В общем, для вас ничего особо никто делать не хочет, ребятки. Люди продолжают рыбачить. Сегодня с утра у нас было плюс 9 градусов, довольно-таки холодно. И сейчас, видите, зелено, честно, потеплее. Градусов, наверное, 15-16. Само Анапе у меня показывает 13.3. В машине показывало 12 градусов, потому что ветер еще сильнее, кстати, довольно-таки плотный. Хотя вроде бы уже по прогнозу должен сливаться. Время у нас идет уже к 12 часам дня. Здесь по старому фото такая красивая набережная. Слева, с правой стороны катамаранчики. Жалко, что это все становится теперь частной собственностью. Хотя у нас по законам водные объекты должны иметь как минимум 5 метров для общего прохода. Но заборы, заборы. Это наша анапская действительность. Итак, арочка в Фатини. И мы проходим к морюшку. Есть спортсмены. Ну, честно, на джемоте прям толпа людей. А здесь пустота вот такая вот, друзья. И практически ничего не работает. Хотя пару павильончиков все-таки решили тоже открыться в зимний период времени, чтобы, наверное, попробовать заработать денег. Хотя на ком никого нет. Я, кстати, хоть рад, что с этой стороны совесть администрации появилась. Они нашли в себе силы, чтобы посносить на вот этом берегу реки торговые павильоны, которые также не имели никакого права здесь появляться. О, наши анапские лебеди, уточки, камыш зарос. В общем, все, как всегда. Анапские берега. Кстати, вот павильоны сдаются в аренду, но что-то никто их особо не хочет брать. Никто не уверен вообще в бизнесе. Кстати, на следующий год сдается вообще очень много павильонов в аренду, потому что никто не знает, какой будет сезон, будет ли он вообще. Ростуризм у нас перестал существовать, но все занимаемые должности перенесли в Минэкономразвитие, да, по-моему, так называется. Не суть, хорошо, добавились. Короче, все то же самое, непонятно, для чего эти все перетурбации были нужны. Больше бумажек, больше макулатуры потратят за это время. Очень радует, конечно, набили роз, потому что они в этом году цветут еще вовсю, несмотря на то, что 21 октября у нас еще были теплые дни. И, в принципе, по прогнозу, сегодня последний холодный день. Дальше там 18, 17 ночью, 13, 14. То есть очень хорошие температуры, то есть лето будет продолжаться. Кстати, это самая знаменитая у нас скульптура, отдыхающая на Черноморском побережье. И знайте, ребята, если хотите, чтобы у вас там детки появились, или избывались какие-то желания, всегда подходите и трите вот этот вот мизинец. Видите, как он затерк, и постоянно люди заказывают желание. Подтер его, и все. Ну, можно просто самое тривиальное еще раз вернуться в Анапа. Можно что-нибудь побольше загадать. Особенно вот, кто хочет деток, надо сильнее тереть, желательно под шляпой. Ну, ладно, пальца хватит, я наговариваю. Это улица Набережная у нас в Анапе. Отсюда можно дойти до 800 ступеней, просто начать прогулочку и гулять-гулять. Школяра наши прогуливаются. Здесь есть мостик через речку Анапу, чтобы перейти на ту сторону. Ну, а мы пойдем по прямой. Посмотрим, что здесь есть у нас на море интересного. Ух, ветер как дует. Сегодня из-за того, что дождик срывался, я не стал с собой брать квадрик. Потому что в прошлый раз, когда запустил после дождя, у меня выгорело две платы. А точнее, одна. Полетник загорел. И сегодня, думаю, что рисковать не буду. И поэтому пришел без него. Слушайте, ну, ветер такой довольно-таки плотный. Кайтеров не вижу. Хотя сегодня с утра знаю, что ребята поехали. Но, наверное, из-за того, что он такой рваный, то есть, то нету. Решили не кататься. Хотя, честно, я бы, наверное, на двенашечку поднять. Можно море покорять. Волнишка есть. Особенно, чем дальше туда, тем сильнее. Но, в принципе, послезавтра придет к нам уже ежак. После обеда довольно-таки сильный прогноз стоит. Я думаю, что как раз-таки пойду попробую закатнуться. Пляжи подубрали. Не все, конечно, конструкции отсюда поуносили. Вот надо все-таки администрации больше ставить скамеечек. На наших берегах, чтобы люди могли приходить наслаждаться. И скамеечки, это очень классно. Сел, отдыхаешь. Это вот начинание Полякова перед пандемией. Если кто помнит, по всем центральным пляжам поставили. Такие, ну, просто обычные скамейки. Люди приходили, кайфовали, отдыхали. Получали бешеное удовольствие. От этого все благодарили. Я рад, кстати, что есть мусорки. Вдруг что-то, если выпросило море, вы всегда можете поднять, закинуть мусорку. Также по всему берегу стояли. Люди бы так и делали. Ну, что, что идешь, наклонился, размялся. Уже хорошо. Можно увидеть, что повыкидывало рапанов. В районе речки Анамки. Тут уже штук 8, их, кстати, много. Ракушечки разнообразные валяются. Слушайте, тут прям засилие рапанов выкинуло. Именно вот вместе с падением речки Анамки. Прямо, если вы любите ракушки, то я вам советую прям бежать их и собирать. Он россыпит чисто. Их по-разному бывает выкидывают. Еще в районе Бревесника. Но я там давно не был на пляже. Но здесь, сами можете увидеть, сколько много. Тут вообще целая куча. И от миди, створки, рапланчики. Сейчас только покажу это видео. Я думаю, что приближит огромное количество людей, которые все это пособирают. Ну и морюшка, здравствуй. На берегу моря 13,8. Попробую замерить температуру водички. Узнаем, сколько она. Главное не замочить ноги. Не хотелось бы этого, друзья мои. Сегодня у нас и дождик срывался, хотя прогнозов не было. Порадует, что тучи все-таки начинают уходить от Анапы. Их становится меньше. И появляются потихонечку люди на берегах, которые гуляют. Дышат воздухом морским. И это очень полезно, мои дорогие. Температура водички 16 градусов показывает. Но может быть и больше. Неудобно замерять. Я думаю, что абсолютно без разницы всем тем, кто не может купаться. Все равно с этого особо не получится. Приходите, собирайте ракушки. Ведь действительно очень много здесь валяется. Думаю, что на всех хватит. С вами был Юрий Азаровский. Подпишись, поделись и наслаждайся морем, пока мы еще здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok